всем привет сегодня посмотрим почему ты боишься отношений до и самой себя ну ты скажешь это не так это не то и так далее и тому подобное да но расклад для осознанных людей которые понимают там что такое тень да тень кстати это то что мы в себе скрываем определенные плохие ситуации в нашей жизни откладываются в нас какими-то триггерами убеждениями и так далее то что мы не принимаем но она есть это называется тень вот немножко теневой расклад будет посмотрим на колоде уши и так давайте в долгий ящик откладывать не будем начнем кстати она сразу скажу для проживающих арканы что все вот эти позиции чего бы не вышло потому что мы видим да как сказать видим тему нашего расклада так вот каждая позиция чего бы там не вышло страх отношений прорабатывается в императрица те кто аркана проживает поэтому добро пожаловать проживание арканов если хотите так давайте все-таки начнем наш расклад итак цепляния разного не и прошлые жизни смотри цепляния это у нас пятерка кубков празднование это тройка кубков но прошлой жизни это луна но это все таки там смотри цепляния от за прошлое да она открывает перед нами практически вот твое сердце да где еще живы раны от прошлых отношений и вот ты прекрасно помнишь тот день когда ты ожидала ваших отношениях предложения руки и сердце и так далее но вместо счастливого момента до когда ты столкнулась с предательством твой мужчина ушел вот оставил тебя одну да с букетом а не разделенных чувств не реализованных мечтаний и вот этот опыт он превратился для тебя в тяжелый груз который вот ты тащишь за собой уже там многие годы да и вот ты перестала из-за этого доверять людям до боясь повторения этой боли и твои последующие отношения они страдают от этой вот невидимой раны да ты не можешь полностью открыться новому партнеру потому что ты в глубине души ждешь очередного предательства но на первый взгляд да ты там жизнерадостная общительная девушка и вот ты всегда окружена там друзьями весельем но карта празднования она показывает что твою вот это обаяние до умение быть душой компании она скрывает глубокую неуверенность и страх перед истинной близостью ты используешь веселье вот это как щит да за которым от прячешь свои истинные чувства и вот каждая твоя там улыбка шутка она маскирует страх быть снова отвергнуты как это случилось в прошлом ты боишься вот что если кто-то увидит настоящую тебя даст твоими там слабостями страхами то этот человек снова уйдет доставь в тебя в одиночестве с разбитым сердцем и поэтому ты отдела маску празднования прошлой жизни предлагает тебе путь к исцелению освобождению от страха и вот это у нас луна и луна она говорит вот о необходимости заглянуть и глубоко внутрь себя да осветить вот эти темные уголки своей души ты носишь в себе болезненные воспоминания не только из этой жизни но из прошлых и эмоциональное исцеление да она может прийти через там медитацию психологическую какую-то работу или даже через художество через творчество столкни свои страхи выкинь их столкни с обрыва в смысле признай их и вот постарайся понять откуда они берутся и это даст тебе первый ключ к освобождению от них постепенно там шаг за шагом ты сможешь научиться доверять себе другим и откроешь дверь к новым здоровым и счастливым отношениям сейчас ты эту дверь мало того что закрыла ты ее еще изнутри держишь понимаешь нужно принять свое прошлое вот эти вот ошибки о ошибки говорю вот это предательство как урок знаешь лучшего урок идешь дальше не все люди одинаково полезно но не все и плохие понимаешь вот так вот тут мне аж грустненько стало все нормально будет не переживай у тебя же дед есть правильно правильно это в проживании арканов то это все прорабатывается в императрица давайте посмотрим второй вариант путешествие мораль и сознание а смотри путешествие это у нас так этот квадратик у нас жезлы то есть восьмерка жезлов мораль это королева мечей осознание это тус мечей и вой страх вот отношений он уходит вот корнями постоянное чувство перемены да и неопределенности которые вот ты испытывал на протяжении жизни то есть знаешь вот как путешественница да которая никогда не оставалась вот долго в одном месте да и ты соответственно научилась адаптироваться там к новым обстоятельствам и так далее но ты не научилась строить долгосрочные связи то есть ты идешь 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 и ни за что не цепляешься как говорится твоя жизнь она вот полна впечатлений изменений там вот как знаешь как ветер да несет вот твою жизнь по бескрайним полям картофельным деда да но оно и приносит тебе там новые знакомства ай ну они у тебя все мимолетные вот как ветер и в глубине души ты боишься что отношения окажутся вот еще одним каким-то там коротким эпизодом да поэтому ты не разрешаешь себе полностью вот открыться привязаться к кому-то и вот ты живешь в ожидании что все скоро изменится и это ожидание оно как сказать ожидание что вот то что это коротко будет то есть от каждых отношений ну завязывание отношений ты ждешь что это быстро все закончится да потому что ты идешь по жизни вот постоянно меняется у тебя все меняется и ты считаешь что так же буду будет все меняться в плане отношений и поэтому тебя вот это наполняет тревогой да перед любыми вообще там серьезными обязательствами потому что ты ждешь что это будет краткосрочное знакомство карта мораль но она говорит что вот она вот так сказать она символизирует как ты используешь свои умственные способности да чтобы анализировать контролировать ситуацию пытаясь вот таким образом управлять своим страхом в отношениях и ты стремишься держать эмоции под контролем причем часто вот критически оценивая там потенциальных партнеров да ищешь несоответствие да или вот осознанно ищешь признаки того что все может пойти не так и вот эта защитная позиция она помогает тебе чувствовать себя в безопасности но это также и отдаляет от возможности вот по-настоящему близких до теплых отношений и ты склонна к тому чтобы вот первый как говорится поднимать меч сомнений критики и так далее как вот только начинаешь чувствовать что отношения становятся слишком там серьезными да заходит более глубоко то ты сразу начинаешь критиковать сомневаться и так далее ну а карта сознания она указывает вот на путь который поможет тебе преодолеть да эти страхи и опрести уверенность и она говорит что указывает вот на момент прозрения до новое начало в понимании себя там своих отношений и тебе предстоит сделать решительный шаг к открытости и особенно честности перед самой собой тебе потребуется тебе потребуется рассмотреть свои вот эти прошлые отношения да и честно признать какие уроки ты из них извлекла понимаешь и вот а также эта карта она предлагает тебе начать говорить правду о своих чувствах желаниях не боясь вот показаться там уязвимы понимаешь а принимать свои страхи до готовность работать над ними это вот откроет перед тобой новые горизонты в отношениях и соответственно поможет построить их на более тому глубоком дозначимом уровне и вот эти карты все вместе они знаешь вот напоминают тебе что для истинного сближения до необходимо открыться и разрешить себе быть уязвимы понимаешь иногда вот чтобы найти что-то вот по-настоящему ценное нужно всего лишь рискнуть наш возможность вот для роста и счастья в отношениях она начинается с такого момента когда ты перестаешь бояться конца понимаешь и начинаешь соответственно ценить процесс и возможности вот этого процесса люди уходят из жизни из нашей да приходит новый но всегда должен быть тот человек с кем ты не будешь бояться как говорится не нет не так не будешь думать о том что он кратковременный да нужно за якориться каждому такой человек необходимо скажешь а где я взять так ты не бойся отношений тоже не просто так этот расклад смотришь но мы с вами давайте и еще раз повторюсь прорабатывать это все в императрица так давайте третий вариант скряга одиночество и творчество сразу скажу скряга четверка пентакли одиночество отшельник творчество императрица ну и соответственно сразу напомню для тех кто проживает арканы и это прорабатывается все в императрица ну по скряги корни вот этого твоего страха отношения да они уходят в глубоко вот в твое восприятие безопасности и стабильности скряг он символизирует да твое желание держаться за то что тебе уже известно да и что кажется надежно и это означает что ты боишься открывать себя новым возможностям новым людям да и страха потерять контроль над собственной жизнью контроль там над своими эмоциями твои там прошлые опыты возможно оставили такое ощущение что новые отношения они могут принести больше боли и неопределенности чем вот радость и удовлетворение да и это соответственно приводит к тому что ты замыкаешься то есть не так ты бережешь свои чувства да и не позволяешь себе вот полностью отдаться вот потоку новых эмоций даем новых эмоциональных взаимодействий ну а по одиночеству твой страх в отношениях он проявляется через твое поведение дан напоминающего от повадки отшельника то есть выбирая одиночество ты пытаешься защитить себя вот от потенциального эмоционального дискомфорта до который может принести новый мужчина и это проявляется в том как ты отдаляешься от людей до которые пытаются стать тебе ближе ты предпочитаешь вот уединение самоанализ и это иногда может приводить к излишней самокритике и вот усугублению твоих страхов понимаешь твоя вот это потребность в личном пространстве да и время проведена в размышлениях они являются важными для личного роста да но когда это в избытке они усиливают ощущение изоляции понимаешь для преодоления страха у нас творчество до императрицы но и так и так прорабатывать все в императрица императрица она предлагает тебе путь творчества да по этой колоде самовыражение императрица это же у нас старой это символ плодородия до нового роста женственности и вот она призывает тебя обратить внимание на свою внутреннюю женщину не василия петровича никого-то там а вот внутренне настоящее истинное я и соответственно творческие начинания по этой колоде да которые вот помогут тебе обрести силу уверенности пришло время заняться чем-то новым что вот позволит тебе выразить свои чувства выразить свои мысли через искусство через музыку да через писательство ну или какую-нибудь любую другую до творческую деятельность и императрица она тебе подсказывает что окружение себя красотой заботой о себе да она поможет тебе лучше чувствовать себя вот в своем теле даем своих эмоциях и и это будет ключом к укреплению там твоей женской самооценки уверенности в отношениях кстати в чате менторство есть марафон на обретение женской самооценки для проживающих арканы и всем говорю когда вы проживаете аркан императрица то заходите в этот марафон он вам всем доступен и вот это в купе проживание плюс вот этот марафон они из тебя сделают такую что мужики будут штабелями как говорится падать ну этот третий вариант он нам открывает такую картину что вот для преодоления твоих вот этих страхов да связанных с отношениями нужно через как сказать через творчество открывать ну по этой колоде до творчества то есть сначала начать выражать эмоции в виде творчества на нарисуй картину красиво понимаешь такой у нас был вариант это первый раз я с этой колода работаю поэтому вот немножко отойти не мог меня всегда колоды с надписями вот где написано там вот скряга одиночество творчество да они ограничивают немного поэтому я не люблю колоды с надписями ну то есть с маленькими с маленьким пониманием о том о чем карта не очень не нравится но попробовал напишите как вам расклад обязательно подписывайтесь на канал и те кто проживают арканы не прыгайте сразу в императрии в императрицу для проработок сначала дойдите до нее понимаете и обязательно в императрица когда зайдете в проживание обязательно зайдите в чат менторство там марафон на обретение женской самооценки на повышение женской самооценки и так далее он вам доступен поэтому добро пожаловать сейчас вы видите ссылку на пусть и обязательно заходите в проживание и помните что дед всегда рядом